Здравствуйте! С вами Дмитрий Книга и это новости Ленинского городского округа. Сегодня в выпуске вы увидите. Полным ходом идет подготовка детской школы искусств поселка Горки-Ленинский к новому учебному году. Все преподаватели очень соскучили по своей работе, все друг друга рады видеть, настроены на новый учебный год, позитивно, действительно готовы к новым творческим совершениям. 30 августа во дворце спорта «Видное» состоится матчевая встреча по смешанным единоборствам. Когда узнал про то, что будет матчевая встреча с спортивным клубом «Махмад», я был очень рад, что можно испытать свои возможности. Как проходят тренировки юных футболистов? Естественно, прибавляют по сравнению с тем, что было, естественно, прибавляют, но иначе и нет смысла работать. После длительного отпуска на организационном собрании встретились сотрудники детской школы искусств поселка Горки-Ленинские. Как начнется учебный год и готова ли школа к новым санитарным нормам, узнала наша съемочная группа. Детская школа искусств поселка Горки-Ленинский совсем скоро откроет двери для учеников и уже в формате офлайн. Учеба в школе будет организована по необходимым санитарно-эпидемиологическим правилам. На входе будут проверять температуру, в помещениях проводить уборку с применением дезинфицирующих средств, а между занятиями установят перерыв, чтобы не допускать скопления учеников. Мы готовы к приему учеников, мы приобрели средства дезинфицирующие все нужные, перчатки, маски, приобрели термометр, чтобы мерить температуру детям. Все готово. На организационном собрании объявили, каждый сотрудник обязан пройти тест на коронавирус. Также был составлен график дежурств. В новом учебном году школа готова принять около 130 учащихся, 82 из которых на бюджетной основе. У нас открылись новые отделения. Отделение подготовки к школе, общеобразовательной, подготовки к музыкальной школе. Это программа «Развивайка», изобразительное искусство, именно керамика и живопись. С 17 августа школа искусств объявила дополнительный набор учащихся. На собрании преподаватели определились с составом комиссии на вступительных испытаниях. Они пройдут 28 и 29 августа. Бояться не стоит, потому что у нас очень доброжелательная и благоприятная атмосфера в музыкальной школе. Акцент на развитии творческих способностей, на выявлении творческих способностей. Это может быть и рассказ стихотворения, это может быть спетая любимая песня. Ну и, конечно, повтор некоторых заданий, которые будут исходить от преподавателя. На сегодняшний день большинство учителей соскучилось по занятиям. Преподаватель сольфеджио Елена Пыхарева уже готовится принять первоклашек. На уроках с ними она обычно использует форму игрового обучения. Это помогает ребятам освоиться в новой обстановке. Развитие чувства метроритма нам необходимы тоже музыкальные инструменты. Самые элементарные музыкальные инструменты – это бубен, или же, например, это может быть металлофон, который используется в работе. Детям очень нравится. Дети начинают активно заниматься и с удовольствием выполняют различные метрические упражнения. Все преподаватели очень соскучились по своей работе, все друг друга рады видеть, настроены на новый учебный год, позитивно, действительно готовы к новым творческим свершениям. А пока подготовка к новому учебному году идет полным ходом, чтобы 1 сентября школа искусств открыла свои двери для жаждущих знаний творческих ребят. Александра Столярова, Кирилл Иванов, Елена Кошелева. Видное ТВ. 30 августа во дворце спорта «Видное» состоится матчевая встреча по смешанным единоборствам. Видновская команда «Хайкик», представляющая Подмосковье, встретится с коллективом клуба «Ахмат» из Чеченской республики. В рамках соревнований пройдет 10 поединков. Как к ним готовятся бойцы из «Видного», узнал Максим Козлов. Пока все остальные мальчишки отдыхают на каникулах, эти ребята из команды «Хайкик» трудятся в поте лица. Совсем скоро состоится дружеская встреча с их ровесниками из чеченского клуба «Ахмат» в формате смешанных единоборств. Переговоры об организации такого матча шли несколько месяцев, и скоро гости прибудут в Ленинский городской округ. Морально и физически готов я подготовился. Думаю, победа будет за мной, за всеми ребятами. Я капитан команды «Хайкик», ручаюсь за всех, что ребята все достойно дерутся. Достойно показать себя ребятам придется в 10 поединках. В соревнованиях примут участие юноши в возрасте от 12 до 17 лет. При подготовке бойцы соблюдают особый режим занятий, и в борцовском зале клуба «База», где они тренируются, проводят больше времени, чем в обычное время. Примерно месяц-полтора назад. Тренировки стали в два раза больше, в два раза сложнее. По несколько тренировок в день, каждый день. В выходные дается только один день, среда, и все. Все остальное по несколько часов в день. Смешанные боевые искусства, часто неверно называемые боями без правил, представляют собой сочетание множества техник, школ и направлений единоборств. Каждый участник нашей команды, несмотря на довольно юный возраст, имеет в своем арсенале несколько побед в статусных соревнованиях. Детям занимаюсь уже давно. Спортом занимаюсь с самого рождения. Как папа отвел, так и занимаюсь. И соревнований у меня уже было достаточно много. Так что каждому соревнованию готов морально. Бойцовский клуб «Ахмад», с которым состоится встреча, был основан в чеченской столице в середине 2014 года. Уже давно он заслужил славу кузницы кадров для различных соревнований по смешанным единоборствам. Для наших ребят эта встреча – еще и возможность получить ценный бойцовский опыт. Когда узнал про то, что будет матчевая встреча с спортивным клубом «Ахмад», я был очень рад, что можно испытать свои возможности с другими ребятами из другого региона, с кем я никогда не дрался. И я хочу поблагодарить их, что они приедут на дружескую матчевую встречу. Спасибо, ребята. К сожалению, в связи с пандемией коронавирусной инфекцией соревнования пройдут без зрителей. Присутствовать на них смогут только родители бойцов и сотрудники команд. Но организаторы обязательно сделают онлайн-трансляцию, чтобы посмотреть бои смогли все желающие. А посмотреть там будет на что. Это будут реально равные бои. Я думаю, что выиграет тот, который больше готов к психологическому турниру. Это мой вердикт, так как оба стороны очень сильные, достойные ребята. Мероприятие станет первым в серии подобных матчевых встреч. В настоящий момент достигнуты предварительные договоренности со спортивными бойцовскими клубами в американском Лос-Анджелесе и китайском Шанхае. Максим Козлов, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видное ТВ. Чемпионами не рождаются. Ими становятся в упорной борьбе. А это длительные тренировки и стремление к победе. Герои нашего следующего сюжета – юные футболисты. Но многие из них уже мечтают о большом спорте. Татьяна Брылова продолжит. Трижды в неделю юные футболисты из спортивной школы «Олимп» собираются на поле на тренировку. Футбол – мужской вид спорта. Как бы не оспаривали этот факт представительницы прекрасного пола. Умеет терпеть боль, быть выносливым. Будет под силу тому, кто имеет мужской характер. Это только так кажется, что футбол – это постоянное забрасывание мяча в ворота. На самом деле это регулярные тренировки. И начинается футбол вот с таких упражнений. Действительно, основная часть тренировки у юных спортсменов проходит без мяча. Сначала надо научиться правильно двигаться. Ноги у футболиста должны быть сильными. Уже позже добавляются упражнения с мячом. Но и это пока не совсем футбол. Как только выпрыгивает, выходит оттуда, сразу идет передача. Да, вот, молодец. Тренер Павел Кулачков сам с юностью увлекался футболом. С тех пор многое, говорит, изменилось. В первую очередь, сам футбол. Поколение мальчишек тоже самое изменилось и очень сильно. Что остается неизменным? Мяч, зеленое поле. А все остальное – работа с детьми, работать, учить. Вот это, наверное, тоже неизменное. Эти мальчишки занимаются футболом около года. Минус – несколько месяцев пандемии. С августа тренировки возобновились. Ребята с еще большим азартом ходят на занятия. Естественно, прибавляют по сравнению с тем, что было. Естественно, прибавляют. А иначе и нет смысла работать. И, конечно, плох тот солдат, как говорится, который мечтает стать генералом. У каждого из ребят свои мечты. Мне полузащиты нравятся. Ну, нападающие, наверное, лучше. Хотел играть в Лиге Европы. Терпение и труд – все перетрут. К футболу это тоже относится. Мечты этих мальчишек обязательно исполнятся, если они будут упорны в достижении цели. Татьяна Брылова, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видное ТВ. Недавно в нашей рубрике «Время назад» мы показывали один из старых сюжетов с конкурса «Рыцарь года». Но в «Видном» есть еще один подобный конкурс для старшеклассниц. Смотрите сюжет 2013 года с финала конкурса «Видновчанка». Традиционно весной в Ленинском районе выбирают самоочаровательную и талантливую девушку. Конкурс «Видновчанка», который, кстати, проводился в 18 раз, в этом году собрал 13 участниц. Сначала отборочный тур, потом полуфинал, и вот, наконец, завершающий этап. Путь к нему был очень труден. Пришлось очень много репетировать. Образ мы меняли несколько раз, наверное, раз пять, потому что часто не находили общего решения. Мы готовились буквально каждый день и в праздники с утра до вечера, и вот финал. В финале девушкам предстояло пройти три тура. Первая – визитная карточка. Участницы рассказывали о себе, о своих увлечениях, стремлениях и желаниях. Старшеклассницы продемонстрировали артистизм, обаяние, умение держаться на сцене. У моей России длинные косички, у моей России длинные косички, у моей России длинные косички. У моей России, как ты очень, на меня Россия, ты похожа очень. Второй этап объединил творческое и интеллектуальное задание. Участницам необходимо было собрать цветочно-конфетную композицию. Вот уж где было разгуляться фантазией и ответить на хитрые вопросы ведущих. Итак, представь себе, ты вестница сказочный сон. Дорога, и ты нараспутие. Направо пойдешь – здоровье обретешь. Налево – любовь свою найдешь. А прямо пойдешь – богатой станешь. Какой путь ты бы выбрала и почему? Ну, наверное, я выбрала первый путь. Здоровье родителей, здоровье наших, здоровье нашей семьи, наших близких. Это самое важное. А любовь каждой из нас встретит в любом случае. Тема последнего решающего конкурсного выступления – «Мне однажды ночью приснился странный сон». Я выбрала сказку. Наверное, это самое счастливое. Это ассоциируется с детством. Поэтому, ну, в общем, я воплощаю себя через сказку. На самом деле, сны мне снятся часто, но, к сожалению, не часто я их помню. Но надеюсь, что сегодняшнее выступление, то есть мой сон, запомнит надолго. Вердикт вынесен. Наступает самый волнительный момент. Звучат имена победительниц в той или иной номинации, и уже понятно, кто наденет корону. Гордое звание видновчанки досталось Евгении благодаря тому, что она следовала мудрости. Поражения ведут нас к победе. Женя стремилась к этому два года. Она себя сделала для этого конкурса. И я думаю, что это достойно, что она стала победительницей. Я до сих пор не верю в то, что я победила. Но победа не только моя, а победа обязательно еще и моей команды, которая меня всегда поддерживала. Удачи, Евгения. Не сворачивай с выбранной дороги, и все у тебя получится. Татьяна Акимова, Александр Ильин, Елена Кошелева. Видное ТВ. И это все новости на сегодня. Желаю вам всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин